Это в розовых одеждах выступает марш надежды! Во всех городах, где проходит марш Эйвен вместе против рака груди, он специально выходит за границы парков и концертных площадок на улице, чтобы яркими цветами, шарами и музыкой привлечь как можно больше внимания к программе и самой проблеме. Но не в трагических тонах, а для того, чтобы еще раз напомнить женщинам о необходимости заботиться о собственном здоровье. Первые ряды уже выходят из подземного перехода, а конца шествую не видно. Сотни людей собрались пройти путь не для себя, ради близких, друзей, незнакомых, ради тех, кому когда-то не успели помочь. Участвую в марше, потому что, к сожалению, 10 лет назад умерла бабушка моя от рака груди. И Эйвен 6 лет назад столкнул меня с тем, что можно дарить людям надежду, и, возможно, когда-то я бы могла помочь своей бабушке. Остановка по пути, отдых и веселье. Новые знакомства и демонстрация талантов. В песнях все та же тема. Здесь те, кто не прячет голову в песок. И даже дети знают, болезнь это то, что можно исправить. Я хочу сказать пару слов за всех своих собратьев детей. Мы идем за то, чтобы все детей были мамы. Марш компании Эйвен уже 15 лет проходит в более чем 50 странах мира. Москва во второй раз присоединилась к этому походу за здоровьем. 15 километров пешком в этот день сопровождал холодный ветер. Но им вместе весело шагать. Мы, конечно, припеваем лучших хором! Лучших хором! У марша есть финиш, но нет финала. Количество пройденных километров с каждым годом будет увеличиваться. Это значит, все больше женщин получат поддержку, помощь и смогут справиться с болезнью. Продолжение следует...